Перед нашей молитвой мне хотелось бы предложить вместе с Священном Писанием слово поговорить вместе с вами о том, что говорит нам Господь. Я думаю, что мы все слышали такое словосочетание «люди сильные духом». Знаете, когда я готовился, я не нашел такого выражения, я не знаю, может, его и нету, люди сильные духом в Священном Писании. А атмосфера сегодняшнего дня, она проверяет нас всех. Мы понимаем, что мы часто слышали такое выражение «сильные духом», но тогда, когда мы сталкиваемся с ситуациями, мы реагируем совершенно иначе. Конечно, библейский язык, он очень образный, можно сказать, даже поэтический, но я хотел бы сказать, что он очень точный. Пророк Исаия в 26 главе, 3 стих, говорит такие слова, слова Господа. «Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, потому что на тебя, ибо он на тебя уповает». Сильные слова, да, братья и сестры? «Твердого духом ты хранишь в совершенном мире». Господь говорил сынам Израилевым через Моисея, перед тем, как забрать Моисея, когда он уже закончил свою миссию здесь на земле, перед тем, как перейти Иордан. Бог обращается и говорит народу израильскому в Второзаконии 31, 6. «Будьте тверды и мужественны, не бойтесь и не страшитесь их, ибо Господь Бог твой сам пойдет с тобою и не отступит от тебя и не оставит тебя». Многократно Моисей говорил и напоминал для народа израильского эти слова. И тогда, когда уже Моисея не стало преемника, он говорит, обращается Господь непосредственно к Иисусу Навину. И книга Иисуса Навина, 1 глава, 9 стих, он говорит такие слова к Иисусу Навину. «Будь тверд и мужественны, и не страшись и не ужасайся, ибо с тобою Господь Бог твой, везде, куда не пойдешь». И в этой главе Бог, обращаясь к Иисусу Навину, четыре раза говорит в стихах, в 6 стихе, в 7, в 9 и в 18 стихе, он говорит и повторяет эти же слова. «Будь тверд и мужественны, не страшись и не ужасайся, ибо с тобою Господь Бог твой, везде, куда не пойдешь». Знаете, дух человека, он способен воспринимать любые ситуации, особенно ситуации, которые сегодня находятся среди нас, ситуации, в которые мы попали, попал весь мир, да. Плохие они или хорошие ситуации, но дух человека способен контролировать, способен как бы находиться в этой ситуации. И если мы не доверяем и не добиваемся побед над тем, чтобы иметь эту победу над этими ситуациями, вот эти ситуации, они одержат победу над нами. И тогда наш дух человеческий, он начинает быть в смятении. Мы не можем быть твердыми, мы не можем быть сильными, если мы не имеем победу над обстоятельствами, которыми мы попадаем. Знаете, надежный щит от раскаленных стрел, который дьявол пытается посылать всегда, и всегда он посылал, это вера в Господа, способная сделать нас победителями. Это вера в Господа, которая способна сделать нас победителями. Слово Божие говорит, что светильник Господен, это дух человека. Господь всегда желает иметь общение с нашим духом, чтобы мы как светильники сияли в этом мире, указывая людям дорогу. На страницах Библии мы встречаем такие фразы, которые часто нам попадают, когда мы читаем Слово Божие. Это унылый дух, твердый дух, скорбящий дух, трепещущий дух, возбужденный дух, кроткий и молчаливый дух, неверный Богу дух. Сейчас нередко можно слышать такое сочетание слов, как дух времени. Я думаю, что дух времени – это вообще не библейское слово, это дух времени, это вообще от дьявола. И эта атмосфера, она склоняет нас мыслить, мыслить так, согласно духу этого времени. Нас заставляет согласно духу этого времени. Знаете, Слово Божие нам оставило очень много примеров библейских, на которые мы можем посмотреть сегодня, просто коротко глянуть, посмотреть на людей, тех, которые имели сильный дух, твердый дух в Господе, которые были твердые духом, и они создавали другую атмосферу вокруг себя, и сами были в этой атмосфере твердого духа. Бог помог Иосифу, знаете, не сломиться, не сломиться в тех ситуациях, в которых он оказался. Братья возненавидели его, продали его в рабство. И здесь вот эта несправедливость в доме с женой из Патифара, которая пыталась нарушить закон свой, семейный, создать вот эту обстановку. Мы видим эти 12 лет пребывания в тюрьме. Но, знаете, пройдя вот этой долиной плача и скорби, Иосиф, он великодушно прощает своим братьям, когда он встречается с ними. Он встречается с ними, он прощает их злые намерения, которые они имели. И когда он отпустил их уже, тогда, когда он открылся братьям своим, он понимал, что у них будет вот эта, знаете, обстановка такая. Кто был прав? Почему так произошло? Что случилось? И они будут себя винить, и в то же время они будут иметь страх, потому что теперь Иосиф, он второй в Египте. Но Господь говорит через Иосифа такие слова к своим братьям. Он говорит, не бойтесь, не бойтесь, потому что я боюсь Бога. Вот это источник вдохновения, вдохновения, чтобы быть человеком высокого духа. Я боюсь Бога. Страх перед Богом, он формирует высокий дух внутри нас, братья и сестры. Страх перед Богом формирует. Посмотрим давайте другую личность. Царь Давид, он был великий муж, муж высокого духа, и Господь неоднократно предавал Саула в его руки, когда он находился там, в пещере, его военачальники говорят, Давид, Бог сам предает в твои руки врага твоего, от которого ты скитаешься, от которого мы скитаемся. Один удар, и даже не пикнет. И на всем на том закончилось. Но Давид, имея высокий дух перед Богом, он говорит, не подниму руки на помазанника Господня. Только высокий дух, твердый дух может сказать такие слова. Знаете, имея вот этот высокий дух в Давиде, он позволил семею злословить его. Потому что тогда, когда он ушел, его же военачальники говорят, как этот мертвый пес может злословить тебя? Позволь нам! Но Давид говорит, Господь позволил ему. То, что происходит в жизни каждого человека, мы видим вот эти божьи сосуды, где проявляется твердый дух, высокий дух. Однажды, когда он еще был молодым, юношей, пасыщего овец у отца своего, отец говорит, призвал его Давида и посылает, проверит, все ли хорошо с братьями его, потому что они воевали с филистимлянами в тот момент. И уже месяц прошел, и неизвестно никаких слухов, что произошло. И тогда, когда Давид появляется там на поле сражения, знаете, внутри у этого человека уже произошло вот это состояние высокого духа. То, что он увидел, оно поразило его, что уже целый месяц стоят люди, да, этот высокий, сильный человек выходит и поносит воинство Израилева. И говорит Давид такие слова, «С тобою сила, а со мною Господь. Я иду во имя Господа Саваофа, войско которого ты поносишь. Господь предаст тебя в руки, в руку мою». Давид был не просто, знаете, замечательным царем и храбрым воином. Он имел от Бога высокий дух. Он доверял Богу. Я думаю, что Голиаф не был готов к такому повороту. Люди, в которых высокий дух, они, как в послании апостола к евреям в 11 главе 34 стихе написаны такие слова, что они избегали острия меча, а мы были крепки на войне. Они укреплялись от немощи, они прогоняли полки чужих. Верой они смотрели в будущее, эти люди, они смотрели в будущее, как в реальную жизнь. когда мы смотрим на Моисея, мы видим этого кратчайшего человека из людей на земле. Но этот человек был человеком, в котором был высокий дух. в Евреям 11 глава 24 стихе, мы читаем такие слова, «Верую Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой и лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение». Знаете, имея высокий дух, он не щадил самого себя, не щадил свою жизнь, заступаясь за народ Божий. Посмотрите вот ту ситуацию, когда Бог говорит к Моисею, Моисей, «Этот народ уже достал меня, этот народ жестоковыйный достал меня уже, выйди из стана, я истреблю его, от тебя произведу новый народ». Если бы Моисей не был высокого духа, не был бы твердым духом, он сказал, «Хорошо, Господи, ты так считаешь, ты знаешь, они меня уже достали за это все время». Но Моисей был твердого духа, и он говорит, «Прости им грех их, а если не так, то изгладь и меня из книги твоей, в которую ты вписал». Исход 32, 32. «Прости им грехи их, а если не так, то и меня избавь из книги твоей». Где источник сильного духа человека? Знаете, это вера живого Бога, в его обетование. Библия говорит, что Моисей был сильный, в словах и в делах. Моисей был сильный в словах и в делах, потому что в нем был высокий дух. Мы находим на страницах Священного Писания апостол Павел имел высокий дух, доверяясь во всем и во всех ситуациях жизни своей, только Богу, пред которым он ходил. Он говорит, что все мне позволительно в этом мире, все, но не все полезно. Это его определение. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я подчел щитой, ради превосходства познания Христа. А мы знаем, что было преимущественно для апостола Павла, через что он прошел, прежде чем встретился ему Господь на пути в Дамаск. И он перечисляет это в посланиях, сколько у него много было тех факторов, за которые можно было выдержаться. Но он говорит, ради познания Христа, ради превосходства познания Христа я от всего отказался. Это говорит высокий дух. Знаете, этот список людей на страницах Библии можно было бы продолжать, потому что это были люди, которые искали Бога всем разумением своим. Это были люди, которые стремились к Нему всею душою. Это были люди, которые отдавали все силы Ему на служение и следили за чистотою своей жизни и своего служения. И знаете, что интересно, что окружающий мир, окружающие люди, видя вот этот высокий дух в людях, они говорили о них, потому что они видели в людях высокий дух. Посмотрите, царь Валтасар сказал, что об Данииле. Даниила 5.14. Я слышал о тебе, что Дух Божий в тебе. Это сильные слова о человеке. Я слышал о тебе, что Дух Божий в тебе. И Даниила 5.16. Ты можешь объяснять значения и разрешать узлы. Знаете, добрая молва, она всегда идет далеко о людях высокого духа. Для того, чтобы быть человеком высокого духа, братья и сестры, необходимо свою волю подчинить Духу Божьему, чтобы духовные принципы были доминирующими в нашей жизни. Высокий дух дает возможность всегда принимать правильные решения и быть человеком твердого намерения. Это высокий дух. На этом сегодня, перед молитвой нашей, мне хотелось, чтобы мы проверили наше отношение перед Господом и заглянули вовнутрь нашего сердца. Действительно ли я как христианин высокого духа? Действительно ли я как христианин, в котором высокий дух? Две вещи, которые мне хотелось, чтобы мы сегодня обратили из всего, что было сказано. Высокий дух это не состояние человека. Я еще раз повторю. Высокий дух это не состояние человека. Высокий дух это отношение мое к Богу. ему ... там он который который будет бояться lak в мое место есть